У Сочи богатое постолимпийское наследие. Такими новыми дорогами и развязками едва ли может похвастаться другой российский город. Все это необходимо содержать в дальнейшем. Сегодня депутаты проголосовали за увеличение муниципального дорожного фонда. В первую очередь средства из него пойдут на дорожную разметку перед образовательными учреждениями города в преддверии нового учебного года. Однако за счет дорожного фонда содержатся и все остальные муниципальные дороги. Председатель городского собрания Сочи Анатолий Луцак предложил обратиться к мэру курорта с инициативой о проведении инвентаризации всего дорожного хозяйства города. Депутаты такую идею поддержали. Сделая инвентаризацию всех других дорог, сельских дорог, второстепенных дорог, мы будем понимать, что это такое. Мы будем понимать, какая протяженность, какое качество этих дорог и какое необходимо финансирование по этим дорогам. Мы будем реально понимать, что мы сможем сделать с нашего бюджета, с дорожного фонда. Или мы тогда будем надеяться на то, что мы будем выходить в край с предложением. Тогда можно будет думать, увеличивать ли объем дорожного фонда или участвовать в краевых целевых программах. Но Сочи – это ведь не только центральные улицы. Это и горная местность, которая входит в черту города. Проголосовали сегодня депутаты и за то, чтобы оказать помощь многодетным семьям. Социальная поддержка в виде погашения процентной ставки ипотечного кредита не заменит выделение земельного участка, но может стать существенной социальной помощью тем, кто решает демографическую ситуацию в стране. Многодетные семьи, которые получают участки, которые хотят начать строительство, и есть какие-то свои собственные резервы, которые готовы кредитоваться, я думаю, что это очень правильно, чтобы поддержать многодетные семьи. Город пойдет на погашение процентной ставки. Очень серьезно сегодня депутаты обсуждали тему доступности пляжей. Эмиритинская пляжная полоса – как пример для всего курортного города. Так должна выглядеть вся прибрежная часть Сочи. Елена Всецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.